Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня в эфире у нас меренговый рулет. Наконец-таки! Тот рецепт, который многие из вас очень просили и очень ждали. И, кстати, пишите в комментариях, какое видео вам бы еще хотелось увидеть на моем канале. Тот запрос, который наберет наибольшее количество ваших сердечек, обязательно появится в ближайшее время. Меренговый рулет у нас будет с нежным кремом, ягодной начинкой. Но давайте обо всем по порядку, начнем с приготовления самой меренги. Нам понадобится 190 грамм яичного белка, это 6 яиц первой категории, но лучше все продукты взвешивать на весах. 250 грамм сахара, 25 грамм кукурузного крахмала, щепотка лимонной кислоты и четверть чайной ложки соли. На всякий случай напомню, что белки от желтков нужно отделить очень осторожно, чтобы в них не попало ни капли желтка. Чаша тоже должна быть абсолютно сухой и чистой. Белки отправляем в чашу, добавляем щепотку лимонной кислоты и четверть чайной ложки соли. И начинаем взбивать на средней скорости. Меренгу можно приготовить как в планетарном миксере, так и с помощью обычного ручного миксера. На начальном этапе меренгу необходимо взбить примерно вот до такого состояния, мягкой пивной пены. И теперь скорость миксера увеличиваем. Она должна быть не максимальной, чуть выше средней. И начинаем добавлять сахар. Не весь, сразу добавляем частями. Примерно 4 приема. Четверть сахара всыпали, 20-30 секунд повзбивали, всыпали следующую четверть и так далее. Когда засыпали весь сахар, взбиваем меренгу до плотного глянцевого состояния. Вот видите, она будет образовывать такой как бы шар вокруг венчика. Меренга должна получиться очень плотной, она прекрасно держит форму, а сахар должен полностью раствориться. Теперь добавляем кукурузный крахмал. Весь всыпаем в один прием. И еще раз взбиваем миксером на средней скорости, только совсем недолго. Нам необходимо лишь, чтобы крахмал равномерно распределился по меренге. Все, меренга готова. Еще раз ее хорошо промешиваем с помощью лопатки. И можно переходить к выпечке. Стандартный противень застилаем ковриком или силиконизированной бумагой для выпечки. Выкладываем меренгу и распределяем с помощью небольшой палетки равномерным слоем. Не доходя примерно сантиметр-полтора до краев противня, потому что во время выпечки меренга хорошо увеличивается. Перед выпечкой меренгу можно присыпать орехами. У меня это фисташковые лепестки, но это необязательный шаг, его можно пропустить. И отправляем выпекаться 140-150 градусов. Примерное время выпечки 30 минут. Пока меренга запекается, подготовим начинки. Начнем с ягодной начинки. В принципе, можно использовать и просто свежие ягоды в начинку, но если нет, то приготовим конфетю. Можно использовать уже готовое ягодное или фруктовое пюре. Можно использовать замороженные ягоды. Я их предварительно разморозила. Всего нам нужно 100 грамм уже готового пюре. На это количество мы берем чайную ложку крахмала кукурузного и 1-2 чайные ложки по вкусу сахара. У меня здесь смесь ягод, клубника, голубика, малина и ежевика. Я их пюрирую с помощью блендера. Протираю через сито от косточек. Добавляю к готовому пюре сахар и крахмал. Перемешиваю. Отправляю на средний огонь. И при постоянном помешивании довожу до кипения и увариваю до легкого загустения. Готовый конфитюр перекладываем в козирский мешок и убираем в холодильник до сборки. Далее крем. 150 грамм сливочного сыра, 100 грамм жирных сливок и сахарная пудра по вкусу. 20-30 грамм, не больше. И крем, и ягодная начинка не должны быть слишком сладкими, потому что сама меренга очень сладкая. Для начала к сливочному сыру добавляем сахарную пудру и взбиваем, чтобы сыр стал более мягким, более однородным и более пластичным. Далее добавляем холодные жирные сливки и на средней скорости все это взбиваем до плотности. Теперь по желанию можно добавить любые вкусовые акценты. Это может быть ваниль, это могут быть различные экстракты, ликеры. Я добавляю столовую ложку фисташковой пасты. Можно добавить любую другую ореховую пасту. И еще раз все взбиваем до однородности. Крем готов, пока его убираем в холодильник. И возвращаемся к меренге. Она должна слегка-слегка подрумяниться. Сверху меренга покрывается такой тоненькой хрустящей корочкой. Главное ее не пересушить, не передержать в духовке. Вдоль стенок противня проходимся лопаткой или ножом. Немножечко так отделяем меренгу от противня. Накрываем сверху чистым листом бумаги для выпечки, сверху какую-то решетку. Переворачиваем, убираем противень. И сразу же снимаем коврик или бумагу для выпечки. Даем меренге полностью остыть на решетке. Когда она остынет, сверху покрываем кремом и отсаживаем ягодную начинку. Либо выкладываем свежие ягоды, смотря что вы будете использовать. Если решите использовать другой крем, не такой как у меня в рецепте, не делайте его много. Крема должно быть немножко. То есть он должен покрыть меренгу таким вот достаточно тоненьким слоем. И теперь останется лишь свернуть рулет. Если вы не пересушите меренгу во время выпечки, то сделать это будет совсем не сложно. Помогайте себе бумагой для выпечки и старайтесь свернуть рулет максимально плотно. Теперь готовый рулет осторожно заворачиваем в бумагу для выпечки и убираем часа на два в холодильник. Чтобы крем стабилизировался и рулет было проще нарезать. Вот такой красавец получился у меня в разрезе. Самое главное, чтобы десерт не получился приторным, не делайте слишком сладким крем и ягодную начинку, чтобы они балансировали вкус. Обязательно пробуйте, оставляйте в комментариях запросы на новое видео. Ну а я как всегда желаю вам удачи на кухне, не бойтесь экспериментировать. Скоро увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок